Зимний сезон в этом году показал хорошие результаты. Количество туристов, посетивших города России, увеличилось на 9%. Только в Сочи за зимний период побывало свыше полутора миллионов человек. Такие показатели – результат успешной работы не только туроператоров и агентского сообщества, но прежде всего активной деятельности мэра курорта, подчеркнул глава Ростуризма. За этот год на территории города пройдет более 200 событийных мероприятий, большая часть летом. А значит, интерес туристов к Сочи по-прежнему высокий и есть все шансы на успешный летний сезон. У меня позитивный взгляд на высокий туристский сезон этого года. Я думаю, что он пройдет успешно, будет высокая загрузка. Активное действие и деятельность Анатолия Николаевича, проведение различного рода таких мероприятий, они, конечно же, способствуют успешному проведению высокого туристского сезона. Анатолий Николаевич, действительно, я считаю, ты, пожалуй, один из самых креативных, энергичных мэров, который активно продвигает свой родной город. И я считаю, что Анатолий Николаевич является примером того, как нужно развивать и продвигать туристскую индустрию в масштабах всей страны. Сейчас на правительственном уровне решается вопрос по расширению возможности использования электронных виз. Ведь большинство иностранных туристов испытывают сложности при поездках в города России. При этом Анатолий Пахомов отметил, что Сочи – в первую очередь курорт для россиян. Этим летом в Южную столицу полетят не менее 30 дополнительных чартерных рейсов из крупных российских городов. В активной разработке направление из Европы. Сочи интересен иностранцам, поскольку предлагает безопасный отдых, интересные и доступные пакетные туры. Интерес огромный к Сочи. И этот интерес и из других стран. И мы этим дорожим, гордимся, стараемся, чтобы он и продолжался. Но при этом приоритета для него российскому туристу. Событийных мероприятий много. Это тоже турпродукт, это тоже продвижение нашего курорта. И вот это создается как раз для этих целей. То, что есть в Сочи – это инфраструктура и предложения, где оптимальное соотношение цена и качества необходимо внедрять во всех регионах страны. Работать еще есть над чем. В разработке ведения электронных турпутевок также нужно продолжать борьбу с демпингом цен и снизить проценты от комиссии турагентов. Декларируя льготы, преимущества, приоритеты, на деле зачастую мы видим увеличение налогового времени, дополнительное финансовое бремя, которое опосредственно все равно переходит на потребителя. И делает наш бизнес более сложным, а в итоге менее конкурентоспособным. Борьба за российских туристов с каждым годом становится сложнее о новых реальностях туристского рынка, его основных тенденциях и планах на будущее и будут говорить участники второго всероссийского турконгресса. Эксперты представят свои предложения и выстроят диалог не только между бизнесом и территориями, но и между органами власти. В результате будет выработана резолюция по принятию консолидированных решений.